Уважаемые коллеги, всем здравствуйте. Я бы хотел, уважаемый председатель, сказать вам, что я поддерживаю изменения в бюджете. Потому что, если вы помните, люди приходили к вам сюда, обивали пороги и вылечили, им обещали. И поэтому то, что мы сейчас делаем, делаем правильно. А я бы хотел сказать и для себя понять, сколько мы выделяем денег. Господин офицатель КЧС. Сколько на одно домового денег мы выделяем денег? Скажете? Общая сумма, которая выделяется народным собранием и правительственной страной. Какая это сумма? Ранее было мной озвучено, правительством Республики Молдова выделяется 2 миллиона 62 тысячи человек, направленные к муниципе Примории Камрад. Сейчас рассматривается вопрос о выделении одного миллиона денег. Вы не сказали, сколько на один дом выделяется? Оно разнится в зависимости от ущерба. Сумма, скажите приблизительно. У каждого дома. А вы даже не знаете приблизительно сколько? Смотрите, здесь нельзя... Но вы можете сказать, это 50 тысяч рублей, это 100 тысяч рублей, это 200 тысяч рублей, это 300. Нет, у каждого по-разному. У кого-то 2 тысячи, у кого-то 200 тысяч. Это в зависимости от ущерба, в зависимости от оценки. Вы хотите сказать, что человек жил в доме, который стоит 2 тысячи лет? Есть те, у которых ущерб пострадал на 2 тысячи лет, есть те, у которых ущерб пострадал на 200 тысячи лет. Есть дома, есть дома, есть дома, 8 домов, которые экспертам определены на 100. По ним проведена оценка. Оценка этих домовладений варьирует от 40 тысяч до 267 тысяч лет. Теперь, дополнительно могу сказать, состояние данных домов до потопления тоже было разным. И, как правило, эти все дома старой постройки, которым более 100 лет. Короче, я так понял, сумма выделяемых денег толком вы не знаете. А я хотел бы спросить, уважаемые коллеги нас, кто бы мог бы сегодня купить в Камраде дом за 200 тысяч лет? Нет таких домов. И Екатерина Федоровна сказала все ясно. Сказала для исполкома, берите кредит и помогите людям, зима на русло. Пусть они купят себе квартиры, хотя бы минимально, чтобы люди почувствовали, что они живут в этой кагрузии. И вы чиновники, которые обязаны работать для людей, чтобы они почувствовали, что они за ними заботятся. А то, что я сейчас слышу и вижу деньги, которые уделяются, я не вижу, что за людей кто-то переживает. Поэтому, Алиса Федоровна, примите на заметку, не на заметку, а план действий Кирилл Федоровна и получите кредит. Почему я так говорю? Потому что, как тратить деньги на гулянки, вы умеете. Вы абсолютно не спрашиваете народного собрания, как гулять, почему столько денег вы пишете, мы должны их утверждать. И когда мы их утверждаем, вы кидаете так и в колонки, что мы должны вскопом все голосовать. Почему вы так делаете? Потому что по-другому, если не вскоп, у вас ничего не получится, а так легче подтолкнуть. Тем более, у вас есть депутаты, которые любой ваш тупиш на праздник, они поддерживают. Я бы хотел сказать Григорию Дюльмирову. Григорий, очень мало ты говоришь о патриотизме за последние 4 года. Серьезно? Да. Потому что, я сколько знаю, вы на моей памяти всего лишь кричали раза в 4. И если вы кричали, когда вы сидели рядом с председателем, наверное, вы мечтали об этом месте, но не получилось. Но суть не в этом. Вы могли бы сказать, вы получили 6 миллионов рублей. Кто-то из депутатов проголосовал против? Нет. А если мы сейчас посмотрим, сколько вы получили за 4 года? А если вы получите, посмотрите, сколько вы получили ваше всего за 8 лет? И так далее, и так далее. Но я хотел бы спросить, уважаемые коллеги, давайте вспомним, сколько получила русская Кизилия за 4 года. И мы сравним наше село с каждым усиленным пунктом и разделим по количеству людей. И вы увидите, что мы намного-намного отстаем от вас. Намного. И я думаю, что нам всем должно быть стыдно, что иногда мы продвигаем интересы исполкома, а интересы других людей мы не подталкиваем. Почему это происходит? Потому что я очень много говорю правды. И исполкому это не нравится. Понимаете? А правда она одна. Она, да, она шарит больно, но ее надо уметь слушать и делать выводы. Но исполком ничего не делает. Уважаемые коллеги, прошу поддержать наши изменения, потому что народ от нас требует. Спасибо.